Агрофирма Шерия одна из самых больших в Нытвинском районе и входит в пятерку самых крупных производителей молока в крае. Несколько фирм более 10 тысяч гектаров земель. Сейчас сельхозпроизводители расширяются. Весной арендовали 500 гектаров федеральных земель. Сейчас планируют взять еще. Все подчинено тому, чтобы вырастить зерно, корма, чтобы накормить дойностадо и произвести молоко и продать. На этом живет вся наша экономика. Наш край богат землями и главное, чтобы они не пустовали, а приносили пользу, считает Владимир Попов. Сейчас переданные земли проходят активную обработку. Многолетнюю целину вспахивают и разравнивают специальной сельхозтехникой. После все внимание посадкам. Сотни гектаров займут кормовые и зерновые культуры. Агрария при Каме активно осваивают федеральные земли и сельхозназначения. Они были переданы им в собственность или в аренду в начале года. Благодаря договоренности губернатора Виктора Басаргина с рос имуществом около 16 тысяч гектар. Сегодня эти земли обрабатывают Чайковская птицефабрика, Заря Путина, Верещагина и хозяйство в Нытвинском районе. Губернатор вышел с инициативой на федеральное правительство, чтобы либо передать в региональную собственность, либо предоставить эти земли в долгосрочную аренду действующим сельскохозяйственным предприятиям. И сельхозпредприятия заявились, получили эти земли и сейчас начали активно распахивать. Создать все условия для аграриев – одна из главных задач, поставленных губернатором. А для этого нужны доступные кредиты, необходимость снизить стоимость арендной платы на землю. И главное – передать регионам полномочия по контролю за использованием федеральных земель. Именно с этими инициативами выступил Виктор Басаргин в Нижегородской области. Главное, чтобы вот эта тенденция, которая сложилась уже в текущем году, то есть повышение производства продукции на 5-6% мы по всем направлениям. Будь это производство мяса птицы, растений, зерновые, в этом году 15 тысяч гектар земли в оборот вовлекли задача сегодня, несмотря ни на что, эти тенденции закрепили. А чтобы село развивалось и людям было где работать, земли сельхозпредприятия не должны пустовать или использоваться для других целей. Сейчас власти активно работают в этом направлении. По данному направлению мы за 2014-2015 годы проверили ряд проверок, выдали предписания. Во втором полугодии по выданным предписаниям это более 40 собственников земель. Это юрлица, физлица. Будем выходить на внеплановые проверки. Цель проверок – устранение нарушений на более чем полутора тысячах гектаров земли. Если собственники отказываются выполнять предписания, дела будут направлены в суд, а неиспользованные земли будут изъяты и переданы более добросовестным хозяевам. Татьяна Александрова, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».